Продолжение следует... 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 чем 0,1 нанограмм на миллилитр. Конечно, тут свои коррективы вносят развитие технологий диагностики, в данном случае по ПТКТ. И обратите внимание, что при ПСА даже менее чем 0,2 нанограмм на миллилитра можно предположить, что опухолевые клетки существуют уже в 33% случаев. Повышение ПСА в связи с чем же оно связано? Это может быть результатом персистирующего местного заболевания, ранее существовавших метастазов или остаточной доброкачественной ткани предстательной железы после простатоктомии. В данном случае иногда помогают еще разобраться группы риска биохимического рецидива. На чем же они основаны? В группе низкого риска относятся к категории пациентов, у которых время удвоения ПСА более 1 года и супгрейд менее 4. Если же время удвоения ПСА менее 1 года или супгрейд 4.5, то это группа высокого риска рецидива заболевания. Напомню, что время удвоения ПСА мы можем просчитать с легкостью на сайте Российского общества онкологов. Все эти данные были валидизированы в одном из немецких исследований и было доказано, что время до развития метастазов, посмотрите, обратите внимание, на синюю кривую гораздо хуже выживаемости тех пациентов, которые относятся к группе высокого риска биохимического рецидива, так же, как и точно так же была доказана канцероспецифическая выживаемость. На основании этих групп были сформированы выводы, что короткое время удвоения ПСА и высокий показатель Глиссона после радикальной простатоктомии являются основными факторами, оказывающими негативное влияние на выживаемость. Давайте представим, а давайте вспомним, когда мы держим в руках гистологическое заключение и видим как раз неблагоприятные патоморфологические характеристики, местно распространенный процесс, положительный хирургический край. Мы начинаем отсутствие лимфоузлов, отсутствие позитивных лимфоузлов, и мы начинаем задумываться, а может быть, стоит провести лучевую терапию, этому пациенту, а может быть, не стоит, а может, стоит подождать. Всем, наверное, известны четыре исследования, СВОК и ОРТСИ, АРОИ и финское исследование, которое изучило роль адювантной лучевой терапии как раз при тех неблагоприятных патоморфологических характеристиках, местно распространенная стадия, возможно, положительный хирургический край или края, где проводилась адювантная терапия в дозе 60 или 66 ГРЭИ по некоторым исследованиям. Да, безусловно, была доказана СА безрецидивная выживаемость. Примерно на 20% были лучшие результаты в группах проведения адювантной лучевой терапии. Но посмотрите, результаты, правая колонка, результаты по общей выживаемости, они не различаются, не различаются, и это надо понимать. Но чему же все же нас научили эти исследования? Обратите внимание, что есть одно из этих исследований, представленное на графике этой ОРТСИ, что по положительному хирургическому краю были сформированы группы либо наблюдения, либо проведения адювантной лучевой терапии. Так вот, самая худшая выживаемость, это вот красная кривая, это та группа, где есть положительный хирургический край, и эта группа не подверглась никакому лечению. Это просто wait and see, наблюдение. В противовес адювантной лучевой терапии за последние годы было проведено 3 рандомизированных исследования по спасительной лучевой терапии, исследования RACE, RADICAL, CIGITUG. И вот здесь мы получили очень интересные данные, что при проведении спасительной лучевой терапии ПСА безрецидивная выживаемость, она в общем-то и не различается. Да, здесь немножко противники этих исследований говорят о том, что это 5-летние результаты, и требуются более длительные результаты, и оценка не только ПСА безрецидивной выживаемости, но тем не менее и в выводах этих исследований, и даже проведен вот метаанализ с заключением, что авторы считают, что раннюю спасительную лучевую терапию следует рассматривать как стандарт медицинской помощи. Рекомендации должны быть пересмотрены. Опять же, не представим, опять же вспомним ситуацию, когда в гистологическом заключении мы с вами видим позитивные лимфатические узлы, и мы начинаем задумываться, а надо ли проводить гормональную терапию, стоит ли назначать, при каком количестве лимфоузлов. Давайте попробуем и здесь разобраться. Одним из первых, одним из основоположников, кто изучал этот вопрос, это был Эдвард Мессинг и его исследование по поводу немедленного или отсрочного лечения антрогенодепривационной терапии у пациентов с метастазами в лимфоузлах после радикальной простатоктомии и тазовой лимфодоноктомии. Небольшая когорта, 98 пациентов. Исследование также немножко критикуется на сегодняшний день ввиду того, что группы были крайне неблагоприятными. Посмотрите, что 47 пациентов в группе антрогенодепривационной терапии, 51 пациент в группе наблюдения. Посмотрите, какова же высокая частота положительных хирургического края. Инвазия семенных пузырьков. И количество пораженных лимфоузлов тоже было довольно большое. Слишком большая вариабельность. Следующим, да, но тем не менее, Эдвард Мессинг смог доказать, что немедленная гормональная терапия, она улучшает результаты лечения, как ПСА безрецидивная выживаемость в последующем, так и канцероспецифическая выживаемость была лучше, что представлено на графике. Ну вот, в следующем, кто изучал данный вопрос, это уже был Карим Тужур, данная из MSKCC, данная опубликована в 2014 году. Когорта 369 пациентов с положительными лимфатическими узлами. Экстрапростатическое распространение в 87 случаях, показатель глиссона более 7, равен или более 7, это 98%, инвазия семенных пузырьков 43%. Так вот, Карим Тужур стратифицировал пациентов по количеству лимфоузлов, по количеству пораженных лимфоузлов, 1, 2 и 3 и более лимфоузлов. Так вот, вероятность отсутствия биохимического рецидива была лучше в группе у тех пациентов, у которых был поражен всего лишь 1 или 2 лимфоузла. И, конечно, гораздо выше вероятность рецидива в том случае, если поражено 3 и более лимфатических узлов. И вот на этом графике как раз представлена и вероятность выживаемости без метастазирования в зависимости от количества пораженных лимфоузлов. Выводы, которые сделали авторы этого исследования, что значительная подгруппа пациентов с позитивными лимфоузловами оставалась свободной от заболевания через 10 лет после радикальной простатоктомии и двусторонней расширенной тазовой лимфоденоктомии без адъювантной андроген-депривационной терапии. То есть это то, что я показал на графике, это 1 или 2 лимфоузла. Пациенты с суммой глистином менее чем 8, отрицательным хирургическим краем и низкой метастатической нагрузкой в лимфоузлах представляют довольно благоприятную группу. И вот в данном случае подклассификация риска для пациентов с положительными, позитивными лимфоузлами может быть оправдана и помогла бы определить роль дальнейшей адъювантной терапии. Я хочу сказать, что тема довольно объемная и, конечно, зачастую трудно бывает принять решение. Трудно, особенно когда при биохимическом рецидиве по данным ПЭТ-КТ мы с вами не видим никакого субстрата для дальнейшего воздействия. И это действительно трудно принять решение. Поэтому я желаю нам всем продолжать черпать знания из источников литературы и постараться уж принять в последующем правильное решение. Спасибо. Спасибо, Алексей Владимирович. Очень, мне кажется, структурно правильно сформированное сообщение на такую достаточно сложную, обширную тему. Я правильно понимаю, что мы все-таки на сегодняшний день говорим о том, что спасительная лучевая терапия все-таки лучше, чем проведение адъювантной лучевой терапии. И адъювантной гормональной терапии следует проводить при большом объеме поражения, в частности, по лимфогенному метастазированию. Алексей Михайлович, спасибо за вопрос. Лучше однозначно ответить тут не могу, но могу подчеркнуть действительно, что лучше, я не представил эти данные в плане лучевых осложнений, в плане восстановления эректильной функции, в плане стриктур уретры, действительно это доказано, что спасительная лучевая терапия имеет с этой точки зрения более благоприятным, так сказать, моментом. Но, как я сказал, здесь требуются однозначно более долгосрочные результаты исследования, ведь 5 лет, на мой взгляд, это все-таки не так много, поэтому будем ждать 10-летних результатов, и не только результатов по ПСА безрецидивной, но и по консервиспетической, по общей выживаемости. Продолжение следует...